Ну что дорогие мои, прошел первый день полевых испытаний моего нового стабилизатора для камеры, вернее для смартфона Osmo Mobile 3 и появились некие выводы по сравнению с предыдущим моим стабилизатором Zhiyun Evolution, который я использовал совместно с камерой GoPro 4 Silver и вот мои первые умозаключения. Ну, нюансы. К GoPro у меня уже при эксплуатации давно используется выносной микрофон с петличкой и это дает мне возможность работать в условиях ветроподавления и хорошего звука записи звука на GoPro. На смартфоне такой системы у меня пока нет. Нет ни выносной петлички компактной, нет ни системы шумоподавления самого микрофона от телефона. Поэтому первый недостаток – это шумы. Второй недостаток – это качество изображения ниже, чем я привык видеть с своего стабилизатора с GoPro. Стабилизатор с применением GoPro дает более чистую картинку, чем дает, в частности, мой телефон. Тут, конечно, можно отдавать претензии к телефону, ибо телефон у меня далеко не высшего разряда. Но вот такой нюанс есть. К нему пока получилось либо придется привыкать, либо менять на более продвинутую модель смартфона. И третий недостаток, который я сначала как бы особо не обращал внимания, но при практической съемке бросился мне в глаза основательно. Все дело в том, что на стабилизаторе Zhiyun мы можем зафиксировать две оси – наклон и tilt, то есть наклон вперед-назад, наклон вправо-влево и наклон вперед-назад. На стабилизаторе Osmo наклон вправо-влево у нас работает, а вот наклон вперед-назад у нас отсутствует фиксация в этом положении. Получается, что камера следит за рукой и уходит выше или ниже. И это в практических съемках при ведении блога сказывается таким образом, что ты постоянно должен следить за снимаемым горизонтом. Если в Zhiyun я поставил горизонт один раз, например, и дальше я только снимаю произвольно то, что хочу снять, при желании, изменяя угол наклона камеры с помощью джойстика вверх-вниз, то в Osmo постоянно приходится следить за положением руки, чтобы не наклонить камеру или наоборот не поднять камеру. Когда ты занимаешься блогом, то в этой ситуации очень легко изменить направление угла наклона камеры, и камера у тебя снимает либо землю, либо небо. Как недостаток? Это существенный недостаток. Ибо такой же режим, как в Osmo, в Zhiyun не есть. Вот камера следит за рукой вверх-вниз. Пожалуйста. Она наклоняется вверх-вниз, как в нем. Но при том, у нее есть режим, когда она уже отфиксирована, стоит в одном положении. И не меняет наклон по углу вперед-назад. Здесь такого варианта нет совсем. Поэтому приходится либо следить за руками, либо думать о том, как ее пользоваться. Вот такой маленький вылез нюанс. Но есть один нюанс. Это надо знать тем, кто привык пользоваться многофункциональными камерами, все-таки промышленными, профессиональными. Как бы мало ни выглядела эта камера, функций в ней больше, чем в камере Osmo. Как ни странно. Хотя в Osmo есть, с помощью системы управления и съемки DJI MIMO, есть достаточно приятные функции. Как функция, например, слежения за лицом. Когда камера начинает следить за объектом, который перемещается при включении режима слежения. В Zhiyun такого нет. Вот такие нюансы, о которых я хотел вам рассказать в своем обзоре, во втором обзоре стабилизатора для смартфона Osmo Mobile 3. Является ли это хроническим недостатком? Ну, это есть элемент упрощения. Надо сознаться, что если ты уже привык пользоваться более сложными системами, то это для тебя получается, как откат назад. Привыкну я к этому или не привыкну? Что мне будет удобнее, таскать телефон и стабилизатор, или таскать телефон или стабилизатор для смартфона? Покажет время. Посмотрим. Продолжение следует...